Практически на всех избирательных участках города сегодня можно было не только проголосовать за президента страны, но и стать участником фотоконкурса «Попади в десятку», который объединил фотографов, профессионалов и любителей. Его участниками стали избиратели Читы, Краснокаменского и Агинского. За ценные призы в номинациях «Самый популярный», «Мы семья», «Силь и красота», «Очаровательная улыбка», «Креативный снимок» и других поборолись уже сотни забайкальцев. На данный момент в социальных сетях уже опубликовано более тысячи фотографий. Сейчас самая популярная номинация, ну вот мы смотрим «Очаровательная улыбка», наверное, «Тренд задал губернатор» Наталья Николаевна Жданова, вот, поэтому все стремятся попасть в эту номинацию. Стать участником фотоконкурса «Попади в десятку» легко. Для этого на избирательном участке нужно подойти к волонтеру в специальной одежде и сделать фотографию с хэштегом «Попади в десятку». Затем фотографию нужно опубликовать ВКонтакте или Инстаграм с указанием хэштега конкурса и номинации. После этого фото появится на официальном сайте «Попади в десятку.рф» и уже там начнется голосование за лучший снимок. Конкурс фотографий «Попади в десятку» поддержали известные люди Забайкалья, а также российские звезды. Солист поп-рок-группы «Братья Гримм» Константин Бурдаев тоже сфотографировался на фоне хэштега конкурса. Я уже проголосовал здесь, на улице Набережная, 72, в Чите. Только что отдал свой голос, впервые, наверное, лет за 20 я попал на выборы. Благодаря современным технологиям получил, в общем, открепительный. И здесь, в Чите, проголосовал. Фотографии на конкурс принимаются до 22 марта, а уже 23-го во дворце молодежи «Мегаполис» авторы лучших фотографий получат заслуженные призы – айфоны, айпады и гироскутеры. Екатерина Петина, Владимир Дементьев, Время новостей.